А у нас в гостях астролог Светлана Разумовская, Светлана Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Говорят, звучное имя влияет на судьбу человека, так ли это? Вообще любое имя влияет на судьбу человека, но ради истинной я должна сказать, что все-таки самое главное это гороскоп рождения, зафиксированный точно на момент рождения, то есть плюс-минус 4 минуты, когда мы считаем прогноз, то есть 4 минуты это уже год событий уехало куда-то, но это событие, а имя должно соответствовать гороскопу рождения. То есть сначала мы определяемся с датой и со временем рождения, потом уже ребенку выбирают имя? Да, в общем-то да. Ну то есть гипотетически мы же сейчас знаем, когда мы родились, во сколько, то есть есть какой-то список имен, которые подходят для этого? Ну списком это сложно назвать. А как определяется имя? А вот как? Для начала, конечно, дата. И эту дату, ну в общем-то редкая мама и папа и даже врач может предположить точно, а уж время вообще никак. Это как Бог скажет. То есть гороскоп это тот корабль, на котором человек рассекает в житейское море. Ну мы все знаем поговорку, вот как в лодку назовете, так она и поплывет. Если бы значение имело только имя, ну вы даже сами можете вспомнить десяток, например, Алеш, и они будут все разные по характеру. И судьба у них будет разная, и характер, и судьба, и все остальное. Вот, значит, все-таки главное не там. Когда человек рождается, вот уже тогда можно зафиксированное время, вот. В любой семье существует набор вариантов. Мы назовем девочку так, мальчика так, тем более сейчас предполагается, что уже все знают заранее кого родят. Кто-то склонен подбирать имена по церковному календарю, ради Бога, потому что святой покровитель имени, это, в общем-то, это грандиозная защита, так современным языком можно сказать. Кто-то ориентируется на семейные традиции. У меня есть 3-4 семьи, в которых чередуются Василий Николаевич и Николай Васильевич. Получается, все-таки, вот какое же, можно ли сделать вывод, все-таки вот это самое редкое имя, оно дает человеку яркую жизнь, потому что оно звучно, оно на слуху, оно выделяется среди других, или все-таки недоумение окружающих больше? Яркое имя, вот в вашем понимании, это как? Необычное. Необычное. Да, которое, вот вы говорите, героями сериалов фэнтези называют, но оно же необычное. Вот у нас, например, русский ребенок родился, его назвали таким именем. Все-таки его, ничего себе, буду себе говорить, это как его так назвали, и все-таки он будет на слуху, всегда он будет выделяться. И все-таки будет ли он выделяться положительным струмом? Либо проблемам ему это больше достает. Да, или будут говорить, что с родителями случилось, что вы так называете? Ну, во-первых, что-то с родителями случилось, это совершенно правильно. Во-вторых, первое, это все-таки гороскоп. Гороскоп может быть очень удачным с точки зрения астролога. И, ну, проблемным. Вот, это не означает, что это плохой гороскоп, потому что проблемные гороскопы – это предложение человеку получше и настойчивее поработать в этой жизни. И вот яркое имя, оно будет привлекать к человеку внимание. Как реализует человек это внимание, как он, и что ему говорит его гороскоп. То есть яркое имя может усилить как позитивные черты, так и негативные. А примеры людей с необычными именами вам встречались? Ну, необычные имена? Да нет, наверное, в моей жизни были только те имена, которые нормально произносятся, нормально звучат. И родители, видимо, задумывались о том, как они сходятся с отчеством и с фамилией. То есть это тоже важно? Это важно, это очень важно. Ну, вот, полный процесс, как бы, здравого подхода к подбору имени. Рождается ребенок. Вот, у семьи есть несколько вариантов, как они его хотели бы назвать. Они просто говорят мне, вот у нас вот такие варианты. И приходится, значит, так. Ну, вот, допустим, родился человек, его назвали Петей. Ну, хороший, прекрасный. Петр Камель. Твердый должен быть характер. Существует, ну, как бы, такая примерная, конечно, но все-таки раскладка имен по знакам зодиака. Мы, как астрологи, мы все-таки работаем с европейским гороскопом. Вот, существуют там восточные гороскопы и прочее, и прочее. Ага, вот, ага, европейский. И вот по знакам зодиака вот это имя относится больше к такому-то знаку, имя к такому-то знаку. Рождается ребенок, вот, ну, допустим, вот он родился тут 30 октября, ну, какого-то года. Сначала рассчитывается, ну, вот Петр. Для начала это, да, тот самый камень. Допустим, он будет там Петр Александрович, очень хорошо звучит, прекрасно звучит. Вот, ага, дальше рассчитывается нумерологическая формула. Вот, и все эти циферки, получившиеся, складываются. Они должны, вот, существует 30 октября, там, допустим, 50-го года, они выйдут в некую цифру. Ну, по идее, я могу посчитать, конечно, сейчас быстрее. Так, ну, на самом деле, нам любопытно, как ведущим, и раз уж у нас есть такая возможность, давайте уже считать нас. Вот, если так получится. Угу, давайте. Давайте, если Романа посчитать, это получится, поверьте мне, просто на слово я некоторые не напомню, это имя солнечное. В основе имеет единицу. Угу. Сложить в булочки. Правда, если считать Рома, то получится другая цифра. Вот, здесь очень большая заковыка, потому что Романом, ну, дома вас называют Роман или Рома, или Ромочка, или Ромашка, какими-то другими именами. Ну, почему? У моего сына все детство звали Ромашка. Ну, вот. А Роман вообще имя солнечное, единица. Так, дата рождения выложилась в четверку. Это число Меркурия. Так. Один плюс четыре, получили пять. Вы человек Юпитера в результате. Юпитер, планета благодатная, планета покровитель, планета даритель, планета защитник. То есть у вас замечательная нумерологическая формула. Если еще к этому подсчитать имя, к имени отчества и фамилию, то будет еще одна циферка. Вот они должны быть, ну, какие-то похожие должны быть циферки в этом ряду. Потому что если не все будут разные, вас, ну, как, вот эти цифры, они тащат в разные стороны. Один в сторону Солнца, другой в сторону Меркурия. А некоторые из них будут противоречить друг другу. Например, единица и восьмерка, они вообще не дружат. И если будет один восемь, один восемь, в результате это будет хорошо, конечно, но вот один и восемь они будут характер разбивать на отдельные части. А мы все к чему стремимся? К гармонии, к единству и так далее и тому подобное. Я не скажу, что это драматично что-то будет или к каким-то трагедиям приводит. Но это осложняет человеку жизненный путь. Яна вообще, во-первых, немножко странное имя. Вы знаете, к чему восходит ваше имя? Корневое? Иоанн. Исконно русское. Иоанн, да. И вот Иоанны, Ияны, Жанны. А в мужском вариате опять это и Хуаны, и Джоны, и Жанны, и прочее, и прочее. То есть вообще какая-то базовая платформа. Иоанн же имя-то греческое. Вот. То есть оно вот, оно оттуда. Но оно вот в варианте Яна, оно больше отдает славянизму. Вот. То есть имя очень такое коротенькое, казалось бы. Но Яна 6, 6 плюс 1, 13. То есть это планета Меркурий. Я вам скажу, работайте на месте. Потому что все журналисты, все телевизионщики, телевизионщики, правда, ближе к Урану. Вот. Это меркурианская сфера деятельности. То есть ваше имя вам позволяет здесь устойчиво держаться. Но если вас будут дома звать Яночкой, Янушкой, Янусьей, еще и прочих вариантов очень много, то это будут другие циферки. А что такое актис? Ну, это аббревиатура. Аббревиатура. Любая. И аббревиатура, она настолько прижилась, кто это вспоминает, что там было. Актис. В итоге получилась у меня планета Уран. Числовая формула восьмерка. Планета Уран. Значит, ну что такое планета Уран? Она обычно дает человеку все самое неожиданное, оригинальное, творческое. Планета Уран в какой-то мере имеет отношение к работе телевизионных компаний. То есть это ваша планетка, правильно названная компания. Это, ну, какой-то большой процент успеха. Значит, фавориты здесь, на компании Актис, в компании Актис. Водолеи. Представители. Знака Водолей. Теперь имена. Имена восьмерки. Те, которые выходят на цифру восемь. Это Галина, Евгения, Лариса, Михаил, Петр. Вот такие, вот это имена восьмерки. Слова восьмерки. Ну, это как бы-то так погладит себя немножко. Это самое астролог. Слово восьмерки. Честность. Терпение. Удача. Сибирь. Учитель. Строитель. Руководитель. Ну, есть еще такие бытовые там старик. Дом, душа и прочее. Ну, это очень много таких хахах. Очень необычно, кстати, да? Да, вот по, знаете, нумерологии, все даты рождения. Потом имена выбирают. Слава Михайловна, вам спасибо большое, что вы и нам помогли как-то. Не то, что на путь верно наставили, а как-то нам подтвердили все на своем месте. Да, их успокоили. Очень приятно. Я очень рада. И хочется какой-то, наверное, чтобы вы кратенький совет дали зрителям, как нужно давать имена, чтобы дети потом не мучились, а чтобы совпадало это с их... Имена, вы знаете, я ничем, наверное, ну как, не смогу помочь. Да, пожимая плечами, если вы хотите и выбрать имя по церковному календарю, ради бога. А вот если вы хотите просто подобрать подходящее имя, то это нужно рассчитывать полные формулы. Поверьте, это, в общем-то, длитная такая вот муторная немножко работа. Вот. Но она существует, и это не такая, наверное, большая сложность. Есть, наверное, люди, которые занимаются этим. То есть в ожидании малыша, надеюсь, что воспользуется этим советом, да? В ожидании нет. А когда вы знаете, откуда он родится? Вот когда уже будет, да, то есть там придется... Когда он имеет место быть, да. Берете калькулятор, ребенка, и начинаете считать. Калькулятор ребенка. Слава Михайловна, спасибо большое за то, что пришли сегодня к нам в гости. Очень интересно сегодня пообщались с вами. А у нас в гостях была Слана Михайловна Разумовская, астролог.